Воскликните Господу Служите Господу с весельем Идите пред лицо Его с восклицанием Это приглашение для нас на поклонение Познайте, говорит Священное Писание Что Господь есть Бог и что Он сотворил нас А мы Его народ и овцы паства Его Входите во врата Его со словословием Во дворы Его с хвалою Славьте Его, благословляйте Его имя Ибо благ Господь, милость Его вовек И истина Его рот в рот Вот так вот мы прославляем нашего Господа Осознаваем, что Он приглашает нас всех На поклонение, на служение Чтобы мы с радостью и благодарением Входили в Его присутствие, в Его храм И сегодня Он среди нас по своему обетованию Давайте мы склоним наши сердца и головы Поблагодарим Его за этот час общения Отец Небесный, мы так благодарны Тебе, что Ты приглашаешь нас Под покров молитвенного дома прийти к Тебе со словословия Мы благодарны Тебе, что наши музыканты приготовились Настроить наши сердца на поклонение Благодарны Тебе, что сегодня, в этот час Мы вместе с народом Божиим Собираемся на этом месте В полной свободе То, что не имеет многие люди на этой планете Земля То, что мы можем проглашать Твое святое имя Без всякого осуждения, без всякого страха Который не имеют многие страны в этом мире Мы благодарны Тебе за это спокойствие На этой части планеты, в этой стране Мы просим Тебя особого благословения На правительство, на законы, которые издаются Мы просим Тебя, чтобы Твоя рука была над этой страной В которой мы сейчас временно живем Наше же жительство на небесах Откуда мы ожидаем спасения от Тебя Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил каждого из нас Чтобы тот наш родной край Та отчизна, которую Ты приготовил для нас Была ближе к нам еще каждый день Нашего поклонения и служения Тебе Благослови сегодня нас И будь прославлен Отец, Сын и Дух Святой Аминь Мы поклонимся вместе с группой прославления Прославим Бога одной семьей Мы славим Бога одной семьей Субтитры подогнал Игорь Негода Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игоря Игорь Негода Субтитры подогнал Игоря Субтитры подогнал Игоря Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игоря Субтитры подогнал Игоря Субтитры подогнал Игорь Негода 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 мы можем связать это с каким-то духовным предметом. В этот раз это что, зуб? А, бриллиант. Так, и фотоаппарат. Вот это да. Так, все? Все? Еще есть? Так, значит, у нас есть фломастер, у нас есть часы, у нас есть бриллиант и у нас есть фотоаппарат. Начнем вот с этого инструмента. Что это такое? Фломастер. Ну, раньше фломастеров не были, раньше люди писали чернилами. Специальные были такие ручки, которыми перышками писали на специальной бумаге. Такая была пергамент, такая называлась бумага. Они писали для того, чтобы что-то оставить на память о себе или о чем-то очень-очень важном. Представляете, Господь говорит вот таким вот простым людям, как вы и я, которые служили Ему, которые слушались Его голос, «Запиши слова, которые я тебе скажу». И они брали такое перышко, окунали, вот как этот фломастер, потому что у фломастера есть внутренняя часть, видите, она такая может писать. Там вот это пишут желтым, раньше это было черным, чернилами. И люди писали. Вот эта книга написана вот таким же образом, чернилами, то есть вот таким вот черным фломастером. Эта книга написана разными людьми в разное время. Но это был голос Бога, который они слышали и записывали для нас. Если бы они не послушались и не записали этого, у нас бы не было с вами Библии. Так что Библия написана из-за того, что кто-то проявил послушание, кто-то умел писать, и кто-то умел слушать голос Бога и записал это все в Библию для нас. Поэтому это для нас очень ценная книга. Фломастер кто принес? Ангелинка, держи. Часы. Часы очень важные. Часы очень важны, потому что они напоминают нам о времени, а время очень быстро течет. Время мы не можем остановить. Время очень важно в нашей жизни. Господь нам подарил время как очень драгоценный, важный инструмент, чтобы мы дорожили временем. Понимали, сейчас нам пять лет, через годик нам будет шесть лет, кому-то уже восемь лет, а кому-то уже очень много лет. Они уже видят, что время уже прошло. А как мало мы сделали для Господа. Поэтому Господь напоминает, дорожите временем. Каждый раз, когда мы смотрим на время, нужно осознавать, что мы что-то должны для Господа сделать. Кто принес часики? Господь тебя благословит. Это бриллиант. Вот такой вот бриллиант. Вы знаете, вообще можно это сказать, что это такой как драгоценный камень. Но этот драгоценный камень для того, чтобы он стал драгоценным, его надо отшлифовать. То есть нужно взять инструмент, его сильно очень тереть, шлифовать. А как вы думаете, этому камешку больно или нет? Да, то есть неприятно, когда кого-то шлифуют со всех сторон, делает его очень таким прочным, красивым, гладким. В нашей жизни то же самое. Господь хочет взять из нас камешек, как будто бы кажется не очень привлекательным, и отшлифовать его с разных сторон, для того, чтобы он стал очень драгоценным камнем. Кто принес этот камешек? Спасибо тебе большое. И фотоаппарат. Фотоаппарат мы используем для того, чтобы что-то запечатлеть, какую-то картину важную. Очень важно, мы используем фотоаппарат на день рождения, или когда идем в поход, или когда в какую-то поездку, для того, чтобы потом рассказать нашим друзьям. Мы делаем фотографии на память. Это очень важно тоже, чтобы мы помнили, что наша жизнь состоит из очень важных моментов, которые мы должны запоминать тоже, для того, чтобы из этого состояла вся наша жизнь. Потом мы своим будем друзьям, своим деткам рассказывать, вот что сделал Господь в моей жизни. Вот когда я покаялся, вот когда я принял крещение, вот когда Господь меня познакомил с церковью, вот той или иной. Вот это очень важно. Это такие своего рода память, из которых складывается наша вся жизнь. Поэтому вот как и с фотоаппаратом, кто принес фотоаппарат? Кто, как и у нас есть фотоаппарат, то же самое в нашей жизни есть вот такие вот прекрасные, прекрасные картины, которые мы должны в нашем сердечке складывать. Давайте мы вас всех благословим на воскресную школу, чтобы Господь вас хранил и даровал вам знания и мудрости. Давайте церковь встанем и помолимся за наших деток. Отец Небесный, мы благодарны тебе, что ты любишь и благословляешь деток, и что ты их никогда не прогоняешь, наоборот, привлекаешь к себе, прикасаешься к им бессмертным душам. И мы просим тебя, чтобы в этот час ты благословил их, когда они будут изучать Твое Слово, когда они будут внимательны к тому, что учителя приготовили для них. Пусть это будет большим благословением для их жизни. Благослови и родители, благослови учителей и благослови всех наших деток, чтобы они изучали Твое Слово, чтобы они любили Твое Слово и исполняли его. За все благодарим тебе сердечно. Аминь. Вы свободны на воскресную школу. Пусть Господь вас благословит. Брат Анатолий подготовил место из Священного Писания. Пусть Господь благословит. Будем внимательны к тому, что Господь приготовил через вас. Добрый вечер всем. Приветствую вас в Церковь Иисуса Христа. Пользуясь случаем, сразу хочу передать приветы. Дело в том, что прошлые выходные и эти, это уже у меня сегодня третье собрание, мы провели с замечательным братом и другом моим, Михаилом Савиным. Поэтому привите привет из Церкви Русской. Набрайте, где пастор Хакимов с Первой Славянской. С Церкви набрайте, где пастор Верстак с Русско-Украинской Церкви. И сегодня вечером он хотел меня похитить, и я сказал, нет, я сегодня хочу быть дома, с семьей. И сегодня моя очереда, кстати, первый раз в этом 2017 году мне выпала честь проповедовать Божье Слово. Вы знаете, служение, я до сих пор нахожусь под впечатлением. Эта вся серия служения прошли в пробудительном таком характере. Иногда мне приходилось петь подряд по несколько песен, потому что люди выходили и выходили на покаяние. И вот я вспоминаю, как мы вечером в Первой Славянской, а рядом со мной на коленях стоял молодой парень, и он не то что рыдал, он просто кричал к Богу. Я внутренне весь собрался, чтобы не сорваться и самому. Мне нужно было петь. И я вспомнил прекрасные слова. К этому никак нельзя привыкнуть. Это как ребенка первый шаг. На коленях, в пламенной молитве кается еще одна душа. И вот вечером мы возвращались с Майклом домой, усталая до предела. Когда ты отдаешь эмоции, воскресенье я устаю больше, чем за всю свою рабочую неделю. Он говорит, брат, тебе понравилась песня, которую сегодня пели общим пением? Я говорю, очень понравилась, но уж больно ответственно. Знаете, какую песню пели? Ну, я, говорит, так не пел. Я говорю, я знаю, потому что я рядом с тобой стоял и вторил, потому что ты совсем по-другому ее пел. Песня называется, которую мы все хорошо знаем. «Все Иисусу отдаю я, весь Ему, что принадлежу». И вот дружно так верующие подхватывают припев «Все я отдаю». И еще раз утверждают «Все я отдаю». Майкл стоит рядом со мной и поет «Не все я отдаю». Я посмотрел ему в глаза, они наполнены слезами. Братья и сестры, петь, говорить – это одно, а жить – совсем другое. Аминь. Поэтому я сегодня хотел бы напомнить всем нам слова, которые сказал Божий пророк царю иудейскому. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце наполовину предано ему». «Я ошибся?» Вполне предано ему. Разгневался царь иудейский. Аса его звали. И пророка в тюрьму посадил. «Ты посмотри, умник здесь нашелся. Какой-то пророк решил меня учить царя». Братья и сестры, но он не учел одну вещь, что пророк говорил слово от Бога. И написано, что многих он в народе притеснял. Но вы знаете, когда Бог говорит, и когда мы игнорируем, последствия, к сожалению, бывают очень печальными. Написано на 1939 году своего царствования «Заболел Аса болезнью ног, и болезнь его достигла до верхних частей тела его». И что самое интересное, даже в этом положении он не понял, что это Божий перст в его жизни. И написано, на 1941 году «Умер царь израильских». Не написано, что приложился к отцам своим, а просто «умер». «Пышные похороны устроили в его честь». Мы читаем, что много благовоний было возжено. Дорогая церковь, сегодня Библия говорит, что пользы человеку, если он приобретет весь мир. А дальше? Вот давайте я сегодня хочу вместе с вами посмотреть на жизнь одного Божьего человека. Он попал в галерею Божьей славы. Да-да, вот из списка вот тех героев веры, которые нам описана одиннадцатая глава послания к евреям. О нем в Писании сказано только семь стихов в Ветхом и в Новом Завете. И мы сейчас, ну, этими стихами сказано все. Итак, в основании я читаю место книга Бытие, пятая глава, двадцать первый и двадцать четвертый стих. Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала и ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет и ходил Енох пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Тема моей проповеди ходить перед Богом. Вот такая короткая биография об этом человеке, но какой чести удостоился он лично от самого Господа Бога. Что же нам известно об этом человеке Енохе? Очень мало, всего семь стихов Библии говорят об этом человеке, об Енохе. Во-первых, его отцом был Иорет. Он занимает вторую позицию после внука своего Мафусала по долгожительству он прожил девятьсот шестьдесят два года. Семь лет не дожил до возраста своего внука Мафусала. Второе, Енох был его соответственно сыном, который являлся отцом Мафусалом и дедушкой Ноя. Но именно о нем впервые отмечено в священном Писании позже будет сказано еще о людях Божьих такое. Но он первый человек, о котором говорит Библия, что он ходил пред Богом. Дело в том, что Енох жил очень даже в грешном и развращенном мире, который был определен Богом на уничтожение. Вот давайте я сейчас хочу вас сконцентрировать, что вполне невозможно, что развращение допотопного мира было намного сильнее, чем сегодня. Поэтому я вас прошу всех заметить одну вещь. По крайней мере, для Еноха это не было извинением или, как мы говорим, экскьюзом для того, чтобы не ходить перед Богом. И вот Писание говорит, что Енох прожил 65 лет и родил Мафусала. И вот с его рождением, рождением этого сына в жизни Еноха что-то произошло, что-то изменилось, и он принимает решение ходить перед Богом. И я хочу подчеркнуть очень важный момент, что это была его личная инициатива, это было его сознательное решение, причем самостоятельно. Дело в том, что Библия говорит, что иногда это предлагалось человеку как выбор. Вы помните Авраама? Отца всех верующих, братья и сестры, помним? Так вот послушайте. Бытие, 17 глава, 1 стих, Библия говорит так. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий, что дальше написано? Ходи предо мною и будь непорочен. Дело в том, что внук Еноха, его звали Ной, как я уже сказал, он пошел по стопам своего дедушки. И вот о нем писание свидетельствует так. Бытие, 6 глава, стих 9. Вот житие Ноя, Ной был человек праведный и непорочный вроде своем, Ной ходил пред Богом. Но давайте мы вернемся к нашему Еноху. Сегодня речь идет о нем. Итак, именно по рождении Мафусала Енох принимает решение ходить перед Богом. И вот я задаю себе вопрос, почему именно здесь пришло к нему такое решение? Вы знаете, что обозначает имя Мафусал? Я когда смотрел значение этого имени, оно имеет несколько близких значений. Первое, Мафусал переводится так, когда умрет он, то это будет послано. Это один из переводов. Еще один перевод говорит о значении его имени следующее, его смерть принесет искупление. По всей вероятности, Бог открыл Еноху, что как только умрет его сын Мафусал, то немедленно произойдет суд над нечестивым человечеством через потоп. И пока его сын будет жив, этот суд будет откладываться. Бог определил время наступления потопа продолжительностью жизни Мафусала. Мы к этому еще подойдем. Дело в том, что богословы сравнивают вот этот период жизни Мафусала с периодом благодати Божией. Павел пишет в Новом Завете «Вот ныне день какой благоприятный, вот ныне день спасения». Вся жизнь Еноха служила предупреждением допотопному миру о грядущем суде, так же, как и жизнь его внука. Перемена его мышления привела к тому, что Енох стал известен как человек, который ходил пред Богом. Вместо того, чтобы сказать, что Енох жил на земле сколько-то, Дух Святой отмечает, что Енох ходил пред Богом. Вы знаете, Енох минул ту цепочку, которую проходят все люди. Родился, имя, а потом что? Умер, естественно. А Енохи, мы читаем, что он ходил пред Богом. Это намного больше, чем просто жить, как живут все. В то время, как и сегодня, люди занимались своими житейскими заботами, проблемами, и самое главное, что они были совершенно безразличны к Богу. Напротив, Енох находил радость от общения с Богом, получив от Бога откровение о суде, Енох вводит Бога в каждую сферу своей жизни, в каждый свой поступок. Теперь он живет так, как будто он уже находится в Божьем присутствии. Ходить пред Богом, это означает наличие очень близких и личных отношений с Ним. У них одни переживания, планы, цели. Вы помните, как написано в Писании, пойдут ли двое вместе, что? Не сговорившись. У Еноха с Богом были конкретные близкие отношения. И вот в результате этих отношений Енох достигает святости и самых близких отношений с Богом из всех своих современников. Енох посвятил себя Богу и ходил пред Ними знаете сколько лет? Мы уже слышали. 300 лет. Братья и сестры, 300 лет. Да, ну скажете вы, если по уровню того, что люди жили почти тысячу лет, это нормально. Хорошо. Давайте зададим себе сегодня каждый вопрос. А сколько дней или лет я верно и преданно хожу перед Богом? Каждый сегодня из нас должен принять решение. С этого дня я буду служить Господу и ходить пред Ними как Енох. Ну а теперь справедливости ради давайте вспомним. Братья и сестры, почти все мы принимали крещение. Аминь. А разве мы не обещали принимая крещение ходить перед Богом? Давайте честно. Я сегодня поверьте искренне никого не хочу учить, обличать. Я сам себе задаю вопрос. все Иисусу отдаю я легко петь, ожить. Так вот, ходить пред Богом мы с вами давали обет. Но давайте справедливости ради еще одно скажем. Заботы мира, суета этого века заглушили эти добрые намерения. Что такое ходить пред Богом? это и доверие Богу, и послушание Его воли, и упование на вечную жизнь, наличие христианского характера. Мне очень нравится, как пишет об этом Уильям Макдоналд. Послушайте. Хорошее начало важно, но еще важнее быть верным до конца. Слово ходил означает близкое общение с Богом, углубляющийся со временем, а не просто поверхностное знакомство. Хождение пред Богом продолжается всю жизнь. Аминь. Конец цитаты. В результате того, что Енох ходил перед Богом, Бог взял его к себе, минуя смерть, и о нем сказано, родился и ходил пред Богом, и вдруг его не стало. Некоторые даты. Очень важно, послушайте. Если Адам был сотворен в первый год от начала сотворения земли, то Мафусал родился, когда Адаму было 687 лет. Он прожил 969 лет и пришел потоп в 1656 году от сотворения земли. Мафусал родил Ламеха, который прожил 777 лет. Ламех родил Ноя. Написано, что Ламех жил по рождению Ноя 595 лет и умер за 5 лет до потопа. Ной родился в 1056 году. Когда ему было 600 лет, наступил потоп. Итак, в 1656 году умирает Мафусал и тот же самый год. Ной вошел в ковчег и Господь затворил за ним дверь. Мафусал жил в одно время с Ноем и был свидетелем постройки ковчега, как и его сын Ламех. И когда умер Мафусал, то Ной точно знал, что наступило время суда через потоп и это давало Ною силы трудиться по постройке ковчега. Для чего я привел эти цифры? Дорогие отцы, дорогие дедушки, вот эта информация мне дает глубокое осознание следующего факта. Решение Еноха ходить перед Богом послужило благословением для его потомства детей и его внукам. Как я хожу перед Богом? Что я могу показать своим детям и своим внукам? Как я хожу перед Богом? Задайте этот вопрос сегодня каждый. И еще в начале нашей беседы я сказал то, что Еноху посвящено всего семь стихов в Священном Писании. Четыре мы уже озвучили, это книга Бытие. Дело в том, что я хочу привести еще два стиха. Дело в том, что оказывается, что Енох не только ходил перед Богом, он еще и пророчествовал. Послание Иуды стих 14 и 15 Мы знаем сколько в послании Иуды глав? Поэтому я ее не назвал. Итак, читаем. О них пророчествовал Иенох седьмый от Адама, говоря, сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Интересно заметить, что допотопный мир конкретно знал о грядущем Божьем суде, но они игнорировали это и не боялись Бога, так как и наши современники. Апостол Иуда сообщает нам главные мысли проповеди Еноха. Так вот, первое, он говорит, все идет Господь. Он это сообщает и говорит так, как будто он верит, что суд может произойти с минуты на минуту. Второе, он знает об ангелах и что их много. Здесь указано, что со тьмами ангелов своих. Имеет понятие о грядущем суде за преступления перед Богом. Ему противны дела современников, их злые слова и нечестивый образ жизни. Он не приемлет их жестокости. Енох четко видит разницу между служащим Богу и не служащим Богу. И он же говорит об ответственности человека перед Богом. Более того, Енох является первым прообразом взятия или, как мы говорим, восхищения церкви. Чтобы нам представителям последнего времени было это понятно, Бог выбирает изначально Еноха, который ходил перед ним, благочестиво жил, который ему угодил. И вот он ходит перед ним и он его забирает и Бог таким самым путем вводит в сознание человека идею грядущего воскресения и возможности переселения на небо. Затем был еще один человек, который взят был живым на небо. Кто это, братья и сестры? Илия. Написано, что огненная колесница подхватила, Елисей кричит, отец мой, колесница и конница Израилева. Я не знаю, каким чудом, но милость только осталась после него, которая не сгорела. А затем был Сын человеческий, наш Господь Иисус Христос на глазах изумленных учеников. Раз и его не стало, и вот голос с неба, сей самый Сын таким же образом неприметным и придет. Братья и сестры, мы верим в это или не верим? Мы почему-то живем и это свидетельствует, что мы вообще на это не обращаем. Мы думаем и живем так, что вроде бы перед нами еще непонятно сколько времени. Последний стих седьмой, который свидетельствует о Енохе. Это как раз таки из вот той знаменитой главы, которая говорит нам о героях веры. Глава 11 евреям, пятый стих. Послушайте. Верой Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил свидетельство о чем? Что он угодил Богу. Братья и сестры, оказывается, Енох не только ходил перед Богом, не только пророчествовал о нем, но самое главное, послушайте, он угодил знаете кому? Богу. Как часто мы угождаем людям? Жене, мужу, детям, начальнику, но это совсем другое. Дело в том, что о Енохе сказано, что объектом его угождения и поклонения был сам Бог, и он лично от него получил свидетельство, что он угодил ему. Как бы мне хотелось, я думаю, каждому из вас, чтобы Бог сказал, сын мой или дочь моя, ты угодил мне. Скажите, насколько это важно в нашей жизни? Дело в том, что поступать поступать по воле Божией значит подчиняться Христу и признать Бога абсолютным авторитетом своей жизни. Первое послание Петра, 4 глава, стих 2, Петр пишет, чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но как, но по воле Божией. Вот что значит угождать Богу. Чтобы остальное воплоти время, мы почему-то наоборот все путаем. Для плоти мы посвящаем все, а для того, чтобы жить по воле Божией, ну вот что сквозь пальцы потечет. Ну простите меня, братья и сестры, я такой, почему я и говорю, может вы лучше. Благослови вас Господь. Дорогие братья и сестры, хотим мы этого или не хотим, но дело в том, что Бог оставляет за нами выбор. Но Петр предупреждает в этой же главе стихом 5, послушайте, чтобы не было извинения, как допотопному миру, Енох им проповедовал. И сегодня Писание говорит, они без исключения все, что сделают? Почитайте со мной на скрине. Дадут ответ имеющему вскоре судить живых и без исключения. Всем нам, Павел говорит, должно явиться куда? Предсудилище Христова. Итак, для нас живущих в последнее время звучит предупреждение, как и тем, которые жили до потопа, что суд обязательно состоится и для живых и для мертвых. Да поможет нам Господь в своей жизни ходить пред Богом, проповедовать о Нем, угождать Ему своей жизнью так, как это делал Енох. И тогда нас ожидает прекрасное будущее, применение. Вы знаете, сейчас мы будем молиться. Я не призываю вас к покаянию, нет и нет. Мне очень понравился призыв молитва посвящения. Вот давайте мы сейчас в нескольких строчках скажем или заявим о своем посвящении Богу. Господи, Ты знаешь, что я обещал ходить перед Тобою. Прости меня. Помоги мне, чтобы мои слова не расходились с делом. Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя. Если любишь, говорит Иисус, что делай? Паси огонцов моих. Братья и сестры, в качестве применения читаю последний текст Послания к евреям, 10 глава, 35 стиха по 38. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведник верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому, душа моя говорит Бог, аминь. Давайте в коротких молитвах помолимся Господу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода. Аминь. 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Я прошу, исповедуясь, Боже, милосердным когрешному будь. Господи, это не просто молитва, это вопль моей души. Во имя Иисуса прости меня. Сегодня мы, как Твоя церковь, за которую Ты заплатил цену Своей собственной жизни, и мы не принадлежим себе. Мы, Господи, Твоя собственность, и поэтому сегодня мы должны жить для умершего за нас и воскресшего. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Духу Святому сегодня было угодно поощрить нас, чтобы мы пересмотрели свою жизнь. «Господи, может быть, сегодня будет Твое пришествие, а мы живем беспечно так, как и когда-то». «И не думали», — говорит Писание. Господи, помоги нам сегодня хорошо подумать, чтобы мы научились по-настоящему ходить перед Тобою, проповедовать о Тебе и, самое главное, угодить Тебе. Я все это прошу во имя Иисуса. Аминь. У нас в гостях прекрасная группа, группа Get Together. Я приглашаю наших братьев, они будут прекрасный блог музыкальный. Это напомнит нам о рождественском времени. Пожалуйста, братья, ваше время, мы приглашаем вас. Пусть Господь вас благословит. Я смотрю, что прекрасные песнопения о Божьей благости, об ангельской вести. Будут также и христианские произведения. «Тихая ночь», «Благословение», «В рождественский период». Вот это и все прекрасные напоминания о том, что Господь благословляет за то, что Господь содержит своих детей. Мы еще раз окунемся в этот период прихода Иисуса Христа на эту землю. Пусть Господь благословит эту прекрасную группу инструментальную. Будем внимательны к тому, что Господь нам скажет также и через них. Дорогие друзья, слава Господу, что мы снова с вами видимся. Совсем недавно было Рождество. Вы знаете, один музыкант впал в кому, лежал в больнице и через год очнулся. И первое, что он спросил, а во сколько следующее собрание? И вы знаете, мы тоже, может быть, очнулись с вами. И 30 дней назад уже было Рождество, но у вас не убрали елки. И когда мы хотели прошлое воскресенье, нам брат сказал, что, знаете, давайте со мной поедем. Наш брат Анатолий с нами вместе сегодня. Мы рады очень, потому что он нас так же благословляет группу, как ваша церковь. И мы сегодня получили второй шанс жизни, чтобы это последнее январское и Рождественское служение закончить здесь, в вашей церкви. Слава Господу, что мы живы. И все друзья, которые здесь, они желают славить Господа. На репетиции я посмотрел на время и так внезапный вопрос задал. Друзья, зачем мы сегодня собрались, вы не знаете? И троечка стояла, четверка, ответили хором прямо одновременно, чтобы славить Господа. Благодарю Господу, что в них сознание уже это есть. Слава Господу, мы сейчас, когда слышали слово, что грядет Господь. Вот грядущему, кого мы ожидаем, у нас и будет первый псалом, который в Рождестве. Радуйся, мир, Господь грядет. Радуйся, мир, Господь грядет. Радуйся, мир, Господь грядет. Я думаю, что те песни, которые сегодня прозвучат без слов, во-первых, программа компакт пройдет без слов, а у вас уже настолько слова выучены, что вы можете без панно петь, без всякого экрана. У вас они уже по одному куплету точно сохранились. Когда были сборники, мы побольше помнили. Но когда выезжает экран или стоит нас и убирается, все как-то и с память устало. Но зато больше песен знаем. Мы как-то хотим оправдаться. Пусть Бог благословит. Сегодня полный радости, полный благости. Пусть продолжается день Рождества. Пусть продолжается день Рождества. Пусть продолжается день Рождества. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 их кормят. И так они растут. Просто во славу Божию растут. И я хочу, чтобы сейчас вот этот именно момент такой, а не все студенты. Во-первых, студенты-отличники. В основном из Сакрамента. Я сейчас чуть-чуть что приготовиться к следующей вещи, которая будет состоять из нескольких. Она как экзаменационная вещь. Вот, знаете, академический экзамен сдают. И когда внимательно так слушают, а что же будет дальше. И вот так у нас она сложилась. Мы слушали и в Бейсайд, у ваших соседей. Конечно, рок-группа. Знаете, на высоту взводит. Ну так, поют гитары. И вот учатся, чтобы петь гитары, чтобы пели. И они все любят Господа. И знаете еще, что они любят друг друга все. Вот когда репетиции нет, они звонят, а почему нет? Некоторые говорят, а что не будет, да вот хорошо. А в следующий раз тоже не будет. Это другое. А вот когда говорят, а почему нет репетиции? Я говорю, ну как, мы вот сейчас отыграем. И в следующий четверг будем отдыхать. А может, соберемся? Знаете, это хорошо, когда ученики хотят школу, правда? Потому что Господь среди нас. Но и сейчас хочу вас, чтобы вы благословенно прослушали этот папури, в котором вы услышите тоже родные наши песни Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пусть теперь идут верблюды и несут дары медленно передвигаясь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Но настолько будет слава Господня всех покрывать, что никакой не будет только бы, хоть у порога Дома Божьего, но только бы там быть. Вы знаете, еще размышляя о проповеди, которую мы слышали, дело в том, что Елисей знал, что Илия будет вознесен, а мы, мы не знаем. Церковь Господа Иисуса Христа не знает ни точной даты, ни точного дня, когда будет пришествие Господа Иисуса Христа. Почему Он говорит, что будьте готовы во всякое время. И иногда мы также вот размышляем, молитвенно с моей сестрой, я думаю, когда же это будет? Ночью? Или это будет в пение петухов к утру? Или это будет днем? Или это будет утром? Когда же это будет? А может быть, это будет в служении, вот так, вот так, вот раз и все. И мелочь упадет, как упала от одежды, что здесь была Божья церковь, здесь был светильник. Братья и сестры, продолжая, тех, кто не знает, мы посвящаем, что в нашей церкви есть хорошая такая традиция. Мы молимся каждую неделю с постом, с молитвою. Дело в том, что хотя бы один день выделить из этой ужасающей суеты, и которая в основном все-таки посвящена почти 99% для плоти и для ее желаний, отделить один день для Господа. И просто прибыть, просто побыть в присутствии Божьем, молитвенно порассуждать, почитать, с постом, если есть такая возможность, и поразмышлять о своем духовном состоянии, о своем духовном росте, о своем уровне духовном и о своем духовном посвящении. Пять воскресений уже прошло. И мы имели молитвенные намерения. У нас было о том, чтобы год благословил Господь. Мы молились. Потом, чтобы, если мы встретили живого Христа, как живой Христос, какое влияние живой Христос оказывает на наши души и сердца. Через что? Чем он влияет на современников нашего мира? Словом Божьим. Он оставил Божье Слово и сказал, не будьте нерадивы к Божьему Слову. Читайте, вникайте, занимайтесь с этим постоянно. Много-много всяких методов предложено. Но хотя бы самый простой, хотя бы пять глав каждый день Божьего Слова. И вы уже будете осоляться свыше. Также Слово, оно производит свое чудесное действие на нашу совесть. На этот духовный орган, который очищает, который как соль, который выметает все с нашей души лишнее, ненужное, неугодное. И вот сегодня Духу Святому угодно предложить вот такое это, именно молиться о церкви. О церкви, частью и членами, которой мы являемся. Вот написано, исследуйте Писание. Для чего? Это же духовный диагноз. И мы с замиранием сердца ожидаем, здоровы ли мы. Здоровы ли мы. Церковь Господа Иисуса Христа – это спасенные, омытые кровью Христа, люди, записанные в книге жизни. Церковь – это скала, спасение, это роддом для душ, это убежище от сатаны и от его армии. Так когда-то в свое время сказал миссионер Великий Церкви Божией Роберт Шмидт. И это правда. Мы пели здесь «Буду жить под защитой Божьих крыл». Именно Господь преднаглает нам свою защиту. Церковь – оплот мира, оплот любви, оплот защиты и духовного роста. Ведь церковь – есть небо преддверия. И врата ада не могут одолеть ее. И ничто не может разлучить церковь и Иисуса Христа, потому что церковь – она Его, потому что Он купил ее дорогою ценою. И они едины. Какая честь и какая неописуемыми словами блаженство быть счастью этой церкви, когда-то сказал Зельма Экзау. Символ веры, который мы исповедуем, верую в единую, святую, вселенскую, апостольскую церковь. Ведь когда еще ничего не было, ни нашего мира, ни самой вселенной, у Бога был великий замысел – церковь. Несотворенная, рожденная от Него, от Его Святого Духа, состоящая из бесчисленных множеств живых членов, соединенных между собою любовью Господа Иисуса Христа и Духом Святым. И Дух Божий работает над нами, чтобы духовное в нас начало, рождение от Него, чтобы наследовали Царство, чтобы приобретали в нашей повседневной жизни все больше и больше влияния, силу, свободу, чтобы все наше христианство приносило плод, чтобы увидел мир и уверовал. Поэтому да благословит нас Господь каждого, посвященно и целенаправленно, не только любить Господа, но и служить Ему. Слава Ему. Аминь. Не погаси свечу, пока не догорит. Ее судьба сгореть, жить жизнью небольшой. И, может быть, никто не поблагодарит светило. Вот и все. На то была свечой. Не погаси свечи, пока не догорит. Жизнь наша – дар от Бога. До конца живи. Свети, грей людей, пиши и говори, и пламеней, и будь источником любви. Аминь. Братья и сестры, я спою песню, как всегда она подведет итог моей проповеди. Я просто хотел напомнить. Поздравьте сегодня Инну Свириду в заключительный день месяца января. У ней юбилейная дата. Не скажу, сколько. У Вали Арнаута также день рождения в январе. Я в прошлый раз о ней не сказал. Дело в том, что Инна, мама, родилась первого января, а Инна – последнего. Инночка, мы тебя поздравляем. Валя, тебя тоже. Кто еще январский, мы всех вас поздравляем. Итак, песня, которую я хочу спеть как заключение. Ольга Гриник. Да, Ольга Гриник. Я в прошлый раз о ней говорил из-за Игоря Габурича. Итак, песня, пожалуйста. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня, веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, то я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Сколько дорог в этой жизни пришлось пройти, сколько тревог перенести разных встреч, когда счастьем полны сердца и разлук, горьких разлук. помню я, вернусь, помню я, вернусь, обязательно вернусь, помню я, те слова Христа Иисуса, помню я, вернусь, обязательно вернусь. Обязательно вернусь, боль и грусть, по щекам катится слеза, помню я, вернусь, не успею, многое сделать я, но в душе, как знамена твои слова, я вернусь, помню я, вернусь, те слова Христа Иисуса, помню я, вернусь, обязательно вернусь, ary Jahre, помню я,yr помню я, вернусь, моя, вернусь, обязательно вернусь, И бегут К дивной вечности Смысл храня Вижу свет Ярко горит звезда Разве есть Где-то лучше Еще судьба О Иисус Благодарю тебя Помню я Те слова Христа Иисуса Помню я Вернусь Обязательно вернусь Помню я Те слова Христа Иисуса Помню я Вернусь Обязательно вернусь Ибо еще немного Очень немного И грядущий придет И неумедленно Помню я Помню я Те слова Христа Иисуса Помню я Вернусь Обязательно вернусь Слава Богу Слава Господу Что он дает вдохновение Брат Анатолий Не только работает Ночами Но еще даже успевает Писать вот такие вот Прекрасные произведения Пусть Господь тебя благословит Во славу Господу Действительно Приглашай семью Ефимовых У них есть Или семья Брата Ефимова Да Семья брата Ефимова У вас наверное другая фамилия Потому что это Ваша дочка Да Пусть Господь вас благословит И чтобы вы могли Исполнить во славу Божию То что вы Приготовили У вас будет произведение На флейте И песня будет Так что пусть Господь Вас благословит Очень рады что Вы посетили нас В этот вечер И мы можем вместе Поклониться Господу Добро пожаловать в наш канал! Благодарю я во свет, Аллилуйя! Ой, мой Господь, я с тобою живу! Благодарю я тебя за спасенье и Аллилуйя пою! Благодарю я тебя за спасенье и Аллилуйя пою! Как я хочу удостоиться чести! Вместе с тобой славительное твое! Чашу страданий с тобой разделяю и Аллилуйя пою! Чашу страданий с тобой разделяю и Аллилуйя пою! О, мой Господь, ты услышь меня в скорби! Мир окружит меня врачей и злой! Дай, Духа, сил я тебя умоляю, И Аллилуйя пою! Дай, Духа, сил я тебя умоляю, И Аллилуйя пою! Сила твоя наше сне победила, Твоей любовью я сердце спелил! Вечный мой Бог, я тебя восстаняю, И Аллилуйя пою! Вечный мой Бог, я тебя прославляю, И Аллилуйя пою! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 года, но отошел вечность 10 января 2017 года. Молодой человек, в рассвете сил, когда он узнал о болезни своей, о том, что у него рак, рак печени, я помню как-то при встрече даже со своими сотрудниками, я ему говорил, мы будем молиться о тебе. Ну, в церкви о нем молились, чтобы Господь даровал ему благодать. Но когда он разговаривал со своими сотрудниками, он говорит, у меня очень много шансов, у меня есть много шансов победить болезнь, я питаюсь здоровой пищей, я еще молод, у меня есть потенциал, у меня есть мотивация, чтобы победить рак. Вы знаете, сегодня очень много людей говорит о том, что мы будем бороться с этой болезнью, многие из них борются, действительно, как проходит время, некоторые делятся свидетельствами и говорят, я преодолел рак. Знаете, есть у Господа определенное время, время, которое он дарует человеку. И вот именно мы должны понимать, что мы все находимся вот в этом временном пространстве, где Господь каждому из нас определил определенный период времени. И если мы в этот период времени не узнаем Евангелие, то, знаете, будет то же самое, что сегодня некоторые из нас оказались свидетелями, когда люди говорят о жизни без упоминания ни одного слова надежды. ни один раз. Только один человек в скользках сказал, я вообще-то не религиозный, но я надеюсь, что я его еще увижу. Больше никто. Просто какие-то очерки о жизни, о его достижениях, о его такой целеустремленности, о качествах его характера и больше ни о чем. Это трагедия нашей жизни. Это трагедия жизни человека, которому дана была возможность жить, дана была возможность слышать Евангелие. И он этой возможностью, величайшей возможностью жизни воспользоваться, но так и не воспользоваться. Вы знаете, когда Христос стал на служение, он начал говорить людям о Евангелии. Он начал говорить людям о решении их самой злободленной проблемы, которая существует в их жизни, а это проблема греха. Он начал им говорить о том, что Царство Божие, оно приблизилось, то есть он говорит о доступности. Сегодня, на сегодняшний день многие из нас, например, когда мы только приехали сюда, и то, что, например, имеют люди 10 лет спустя, начинают говорить о доступности, правда? Вот раньше я себе этого не мог позволить, а сегодня я могу себе это позволить. Раньше для меня это было как бы неведомо, а сейчас я имею возможность это иметь у себя дома, правда? Мы говорим о доступности. Так вот, братья мои и сестры, самая большая доступность, которая доступна человеку, это то, что Бог стал доступен для грешного человека через Иисуса Христа. И в этом есть Евангелие, добрая весть, которая открывается для нас сегодня с вами. Я хотел бы сегодня просто начать этот разговор о доступности Евангелия и задать вопрос, что мы с нею делаем с этой доступностью. Вот когда оно рядом лежит, когда оно рядом здесь, в моей жизни, я о нем постоянно слышу, что я делаю с этой доброй вестью. Что? Иисус Христос предостерегает своих слушателей и говорит о том, что есть определенное время, которое уже исполнилось, потому что Он пришел. И в это же самое время Он говорит о том, что каждый человек лимитирован. У него нету тысячи лет для того, чтобы когда-либо принять решение. И мы должны прекрасно понимать, что наша жизнь может оборваться в любой момент. Друзья мои, братья мои и сестры, Бог в Иисусе Христе дал нам величайшее благословение. И оно заключается в том, что Евангелие для нас стало доступным. Вы знаете, ни один человек не может предложить более лучшего плана спасения, нежели Иисус Христос, который пришел на эту землю и ради этой цели стал человеком. Поэтому источником для этой благой вести является не человек, а является Сам Господь. Посмотрите, как об этом апостол Павел говорит в послании. И он говорит об этом в послании фессалоникийцам, 2 глава, извиняюсь, 2 и 9 стихи. Он говорит о том, что, или говорит о своем опыте, апостол Павел, каким образом они говорили о Боге. И он говорит так им с 1 стиха. «Вы знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». То есть, Евангелие – это не просто теория. Это не просто, что Господь решил информативно донести до нас без никаких последствий. Он говорит так. «Но прежде, пострадав и быв поруганных в Филиппах, как и вы знаете, мы дерзнули в Боге нашим проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». То есть, другими словами, апостол Павел говорит, что, имея эту благую весть, они не держали ее только для себя, но они ее распространяли. 9 стих. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». «Мы проповедовали у вас благовестие Божие». Апостол Павел говорит им о том, что Бог позаботился о том, чтобы Евангелие достигло каждого из них. Мы это, в принципе, понимаем. Умом мы понимаем, что мы должны быть свидетелями. Умом мы понимаем, что мы должны служить Господу Иисусу Христу. Умом мы понимаем, что мы должны, мы должны, мы должны и мы должны. Более того, мы понимаем, что Господь дал нам определенную привилегию, правда, что нашел нас в этом мире, что это Евангелие, оно откликнулось в нашей жизни. Но я хотел бы сегодня чуть пойти дальше. Вы знаете, что каждому из нас Господь дает возможность стать привилегией для кого-то другого. Господь дает нам привилегию стать привилегией для кого-то другого. Если мы в своей жизни задерживаем это Евангелие для себя, мы закрываем вход в Царство Небесное очень многим своим сотрудникам, многим студентам, с которыми мы учимся, многим преподавателям, даже, может быть, просто прохожим, которые врываются в нашу жизнь, не спрашивая, но мы почему-то думаем, что вот та привилегия, которая была оказана нам, должна задержаться на нас самих. И мы видим нужду человека, мы понимаем, что он идет в погибель, но мы бездействуем. Мы понимаем, что человек идет в погибель, но мы бездействуем. Мы можем потом говорить, как пример, что да, вот как сегодня сидело 600 человек на похоронах, и ни одного слова утешения, ни одного слова надежды, что в Иисусе Христе Бог дает человеку прощение и надежду на вечную жизнь. Да, сохранит нас Господь от того, чтобы мы задерживали эту весть для себя. Будем теми людьми, которые не просто пользуются благами Евангелия, но будем теми людьми, которые будут распространять это Евангелие, добрые вести всем окружающим людям, потому что Бог, а не просто люди, желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Друзья мои, в этот вечер я хотел бы заострить наше внимание именно на то, что Бог сегодня дает нам возможность еще слышать Евангелие, быть участниками Его Евангелиями и ставать свидетелями Его Евангелия для окружающих людей, которых Бог избрал также к спасению, ибо Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы грешники приходили к покаянию. Иногда у нас возникает масса причин, почему мы не свидетельствуем. Некоторые из нас боятся потерять работу. Я вам хочу сказать, братья мои, сестры, не бойтесь. Не бойтесь. Не бойтесь, что вы потеряете работу. Вы ее не потеряете. Более того, некоторые, наверное, боятся, что засмеют. Не бойтесь, не засмеют. Беседуя с одним человеком и говоря о том, что ему нужно и надо напокаяться, всегда были, знаете, такие вот отговорки. Да я молюсь, да я знаю Бога, да я слушаю телепроповедников, да я вот то, да я вот то. Вы знаете, до определенного момента, вот несколько дней назад этот человек мне говорит, молись обо мне. Молись. А я говорю, а что такое? Этот человек говорит, я потерял радость жизни, я не вижу больше смысла жить, у меня нету радости общения, и начал перечислять, наверное, те многие вещи, которые давно сидели в сердце, но до того, как Евангелие не касалось, они там просто сидели, а сейчас человек ближнется уже к заключению своих дней, понимает, что что-то не так в жизни. Вот для этого и мы есть Церковь Иисуса Христа, чтобы таким людям оказать, указать и преподать Евангелие для того, чтобы Иисус Христос также был в их жизни. Знаете, у нас есть масса возможностей, масса возможностей, и да благословит нас Господь, чтобы мы эти возможности использовали для Его славы, чтобы не просто потом песни во время праздника жатва, что не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу к Иисусу привезти. Родные мои, Бог дает не просто одну душу, а душу, массу людей, которые можно указать на путь спасения. Да благословит нас Господь быть не просто людьми, которые наслаждаются сейчас Евангелием, но быть теми также людьми, которые распространяют Евангелие как добрую весть в этом мире для окружающих людей. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Давайте мы помолимся в этот вечер, поблагодарим Бога за Его милость, за Его благодать, за Его доброту и попросим силы на предстоящую неделю, чтобы на всяком месте, где мы будем находиться, распространять Христово благоухание для того, чтобы Евангелие ставало доступным для тех, которые нуждаются в спасении. Помолимся. Билосердный Отец Небесный, в этот вечер мы собрали свое имя Твое. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты в Иисусе Христе открыл нам путь спасения. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты избрал нас из этого мира. И я прошу Тебя, Господь, даруй каждому из нас и силу, и дерзновение, и помазание Святого Духа, и откровение Твоего Слова для того, чтобы наша жизнь была живым свидетельством окружающему миру, что мы Твои дети, а Ты наш Бог. Помоги нам, Господи, чтобы мы никогда не стыдились Тебя, но всегда провозглашали Твои истины. Помоги, Господь, чтобы наша жизнь не порочила имя Твое Святое, но чтобы через нашу жизнь и хождение прославился Ты. Я умоляю Тебя, Господь, чтобы Ты каждого из нас, каждую семью хранил от зла и от лукавого. Храни нас от искушений, Господь. Помоги всегда противостоять твердую веру и лукавому, чтобы Он всегда бегал от нас. Отец, милосердный, в Твои руки уверяю каждого, каждую семью, каждый дом, бабушек, дедушек, родителей, пап, мам, детей. Прошу Тебя, Господь, храни нас в Твоих сильных, могущественных руках до дня, когда Ты явишься за церковью, чтобы никто из нас не погиб, но все имели вечную жизнь. Я умоляю Тебя также от тех друзей, за наших друзей, которые нуждаются то ли в освобождении, то ли в помощи, Господь, то ли в избавлении, потому что погрязли в грехах и не имеют возможности выбраться из них без Твоей помощи. Окажи им, Господи, Твое милосердие. Окажи им ради имени Твоего Святого. Мы просим Тебя для того, чтобы Ты был прославлен и в их жизни. Благослови, Церковь, и на этом месте. Храни нас в Твоих сильных руках благодати, и да прославится Твое имя, славное чудное имя, Отца, Сына и Святого Духа, чрезжи из каждого из нас, здесь на земле и в вечности. Аминь. У меня только несколько объявлений, что мы здесь встречаемся регулярно в воскресенье в 10 и в 6, и в среду мы встречаемся на разбор Священного Писания в 7 часов. Молодежная группа собирается в 7, и спевка детского хора. Две молитвенные нужды. Маленькая Ангелинка Кондор ко мне подошла сегодня перед служением и сказала, что она вместе с своими родителями, с бабушкой, с дедушкой посетили дядю Илюшу заваститься. И она просила, чтобы мы помолились за него. Он находится в реабилитационном отделении. Врачи работают над тем, чтобы он начал хорошо пользоваться всеми своими мышцами. У него была операция на позвоночник. Пусть его Господь благословит и восстановит его силы. В нем нуждаются, как и в муже, в отце, в дедушке. Поэтому пусть Господь дарует ему также исцеление. Также просили молиться за жену Анатолия Щербанюка. Я, к сожалению, не знаю имени. Светлана ее зовут? Зоя. Ее зовут Зоя Щербанюк. Она жена Анатолия Щербанюка, который был, посещал нашу церковь. Помните, мы как-то поддерживали его церковь, служение. Также дочка его была здесь. Она имела какие-то недомогания. Вот сейчас такое испытание. Супруга имеет какой-то онкоболезни. Будем молиться о том, чтобы Господь также был вместе с ними рядом, прикоснулся и произвел свое исцеление, если это в его воле. Зоя Щербанюк и также Илья Завастица. Если есть еще молитвенные просьбы, пожалуйста, мы будем готовы помолиться все вместе. Благодарим Господа за группу Get Together. Благодарим за их родителей, за то, что они благословляют их на этот труд и что есть возможность трудиться во славу Божию. Сейчас они, наверное, маленький перерыв у них будут и будут готовить уже пасхальную программу. Пусть Господь их благословит в этом. Группа Get Together. Если будете вспоминать, пожалуйста, молитесь за наших молодых музыкантов. Давайте мы помолимся в заключении. Пусть Господь будет прославлен в этом. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что этот час общения мы могли посвятить Тебе. Благодарим Тебя, что Ты был близ за каждому сердцу и питал нам из Своего Слова, питал нас музыкально, затрагивал струны нашей души. Мы благодарны Тебе за молодых музыкантов, за группу Get Together. Благослови, пожалуйста, как руководителей, так и каждого члена команды, их родителей. Благодарим Тебя за стройное исполнение, за то, что это принесло славу Твоего имени, Господи, чтобы каждая душа, каждый солист, каждый музыкант мог нести весть о Тебе через музыку, через свою жизнь, через свое свидетельство. Благослови, пожалуйста, их молодые души. Также наших деток, которые задействованы в музыкальных служениях, которые задействованы в молодежи, которые задействованы в воскресной школе. Благослови их, чтобы вся жизнь была угодна и приятна Тебе. Просим Тебя за семью заваститься. Благослови, пожалуйста, брата Илью, восстанови его здоровье, Господи, Ты видишь, как прошла успешная операция, прошу Тебя, чтобы Ты восстановил его, пока проходит сейчас реабилитация. Храни, пожалуйста, его, его семью в руке Твоей Святой. Также просим за Зою Щербанюк, коснись ее, пожалуйста. Просим Тебя, чтобы Ты, если приготовил исцеление для нее, заяви об этом, чтобы они знали, были уверены, что Ты, Господи, слышишь их, если это воля Твоей, благослови, пожалуйста, их. И мы просим Твоего убильного благословения на их семью и на служение брата Анатолия. Благослови всех нас, мы нуждаемся в Твоей защите, опеке. Просим Тебя, чтобы Твоя милость и рука была над нами, над нашими домами. Мы молим Тебя той молитвой, которой Ты научил учеников молиться. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава вовеки. Аминь. Божьих Вам благословений на предстоящую трудовую неделю. Пусть Господь благословит. Божьих. 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 Божьих.